Хвалите Бога во святых Его, вознесенный в духе пред престолом Божиим, уготованным для суда над всякой тварью в конце времен. Святой апостол Иоанн свидетельствует. И слышал я, как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих Аллилуйя, ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. И дано было ей облечься в весон чистый и светлый. В весон же есть праведность святых. Откровение Иоанна. Избудутся эти слова не только при свете воскресения. Уже сейчас святая церковь, невеста Христова, обличена словно одеянием из пурпура и чистого весона, кровью святых мучеников, слезами подвижников веры, целомудрием дел, проповедью апостолов, писаниями учителей церкви, милосердием праведников. Она украшена всеми добродетелями и всеми дарами, явленными Святым Духом во святых Божиих во всякое время и на всяком месте. Кто может исчислить то облако свидетелей, которое мы имеем вокруг себя? Кто назовет по имени каждого из тех живых, которые со Христом, посредством Христа и во Христе стали победителями смерти, приблизились к престолу Божию, тех, о ком возрадовался Господь и с кем утвердил свое пребывание? Все они соделались с согражданами ангелов и братьями самого Христа, который, подобно солнцу, отражающемуся в зеркале, являет себя в них, единый и вместе с тем многообразный. Святые, населяющие ныне горний Иерусалим, землю живых, град великого царя, подобны неисчислимым звездам духовного небосвода, озаряемого светом Христа. Солнца правды. Царственный пророк Давид воспел Господу такие слова. «Мне же, зело честни, быша друзи твои, Боже, зело утвердишися, владычествие их, и зачту их, и пачи песка умножатся». Тысячи святых, поминаемых всеми синоксарями, востока и запада, представляют всего лишь малую толику этого собрания великого, а именно тех, кому воздается церковное почитание. Насколько же более многочисленны те, кто сокрыл Господа в тайне своего сердца, всю свою жизнь оставаясь скромными, никому не ведомыми людьми, которых судьба проведения уберегли от праздной славы, воздаваемой человеком. Таковые были среди людей всякого звания, живших во все времена и во всех сторонах земли. Патриархи, пророки, апостолы, мученики, исповедники, епископы, священники, диаконы, иноки и инокине, мужчины и женщины, отроки и старцы, богатые и бедные, правители, блудницы и разбойники. Все те, кто из любви к Богу и ценой добровольных страданий явил в нашей человеческой природе благоухающее многоцветие, даруемое благодатью Святого Духа. Одному дается духом слово мудрости, другому слово знания, тем же духом, иному вера, тем же духом, иному дары исцелений, тем же духом, иному чудотворения, иному пророчества, иному различия духов, иному разные языки, иному истолкования языков. Все же сие производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Господь Иисус Христос по Боговоплощении объединил в единой ипостаси нашу человеческую природу, смертную и подверженную греху, со своей божественной природой и отверст для нас небеса, призываясь следовать за ним туда, если только мы сумеем явить славу его божества в нашей земной жизни, в тех обстоятельствах, в которых он сам определил нам пребывать. Каждый христианин призван к святости во Христе и со Христом. «Будьте святы, ибо я свят», говорит Господь еще в Ветхом Завете. «Каждый христианин, рожденный к новой жизни в духе, посредством крещения, призван совершить призвание Адама воцарить на земле славу Божию. Поэтому нет такого уголка на свете, который не должен был бы обогреться кровью мучеников, омыться слезами подвижников и огласиться проповедью евангельского благословения. Во всякое время и на всяком месте возносится и будет возноситься молитва святых о спасении мира, ибо по свидетельству Отцов Церкви молитвами святых стоит мир. Весь мир освящается, спасается и искупается присутствием святых, которые, подобно закваске, поднимающей все тесто, в Евангелии от Матфея, приготовляют человечество к последнему явлению Господа Иисуса Христа, грядущего во славе, чтобы свет его божества воссиял, ничем не омрачаемый, в его теле, то есть церкви. Тогда будет явлен во всей своей полноте сон святых, который Бог судил явиться на земле и чьи имена, вписанные в книгу жизни Агнца. Он один знает, до времени, сохраняя в тайне, горний мир будет совершен, и святые всех времен воссоединятся в едином теле Христовом. Союз небесного жениха с его невестой Церковью достигнет полноты, и человечество навечно станет обителью Господа, небесным Иерусалимом. Тогда Христос, ныне пребывающий сокрытым во святых Своих, воссияет в них во всей своей славе, присущей Ему от века со Отцом и Святым Духом. Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас. Подобно тому, как душа заключена в теле и животворит его всецело, так же и христиане пребывают в мире, словно в темнице, но ими же мир сохраняется от гибели. Послание к Диогнету. Однако сегодня Дом Божий еще созидается, и Господь долготерпеливо ожидает, когда все святые полным числом примут участие в его возведении, прилепляясь, как живые камни. Каждый в свой черед, ко Христу, к краеугольному камню, в меру достоинств и способностей, дарованных каждому по благодати. Все святые являют одновременно и единство, и многообразие, и каждый из них вносит собственный, неповторимый вклад в созидание тела Христова наряду со всеми прочими его членами. Их можно уподобить драгоценностям, украшающим одеяние царицы, стоящей одесную Господа в ризах позлощенных. Подобно алмазам и драгоценным каменьям, расточают они вокруг во множестве разноцветных сияний единый свет тройного солнца. Но прежде чем проникнуться сиянием славы, им надлежало подвергнуться рассечению, разрезанию, освобождению от непригодных слоев телесного вещества под резцом и молотом страданий, гонений и всевозможных скорбей. Они должны были пройти, подобно еще неочищенному золоту, через горнила искушений, дабы совершенно очиститься и засиять во всей красе на подвенечном уборе невесты церкви. Святые блистают светом Божиим, сами став богами благодатью Святого Духа. В той самой мере, в какой они, крещенные во Христа, сумели облечься во Христа. Насколько они сами, следуя Христу, несли свой крест, дабы распять на нем ветхого человека, преисполненного страстями, грехами, беззакониями, настолько же станут они соучастниками славы Его воскресения. Причастившись к страстям Христовым, своим мученичеством, подвижничеством, слезами и стяжанием всех евангельских добродетелей, святые силой Христовой победили смерть. Ныне они живут во Христе, ибо Он пришел обитать в них, и взывают к нам словами апостола, «И уже не я живу, но живет во мне Христос». Господь взошел на небо, но не покинул свою земную церковь. Он вознесся на небеса, но не спасал нам Духа Своего, соделывающего всех святых Божиих Христами и Богами по благодати. Труд нашего Господа Иисуса Христа и даже самая Его богочеловеческая ипостась непрестанно возобновляются и продолжают в житии Его святых и Его Церкви действием Святого Духа. Святые живут во Христе Иисусе, и Он живет в них. Во святых Он неизменно являет и будет являть снова и снова, доколе стоит мир, неизреченное таинство своей смерти и своего воскресения, Боговоплощения и обожения человека. На фресках, изображающих мучеников и святых воинов, мы ясно замечаем, что, сколь бы ни разнились фигуры, одеяния и прочие атрибуты святых, все они имеют почти полностью схожие лики, в каждом из которых лик Христа. И таковы в самом деле святые, подобные друг другу во Христе и бесконечно разные в своем человеческом многообразии и в тех жизненных обстоятельствах, в которых совершался их подвиг, повторяющий подвиг Спасителя, но явленный каждый из святых по-своему.